Всем приятной жизни! Это шашлык и мы продолжаем играть в Ведьмочка 3. Так, я тут сейчас хочу сбегать в свой тайничок. Забрать оттуда камушки, которые у нас тут есть. Короче, я понял, что у этого мастера рун вообще нифига ничего полезного нет, к сожалению. Вот, поэтому мы будем, мы будем этот самый, мы будем, вот мне нужен камень Велес, вот этот. Да, глифы у меня, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка инвентарь. Глифы у меня везде вставлены, да, на Квен, на Квен, на Квен и на Квен. Все, все на Квен вставлено. Я хочу теперь в меч вставить 6 глифов вот таких, а у меня есть только 3. Но я, поскольку мы купили рецепт, мы купили рецепт, мы сейчас сможем просто крафтануть, наверное. То есть они из чего крафтятся? Ну, 2%, вот 3%, рунный камень Велес, да. Вот, по идее, мы сможем крафтануть. И я, наверное, некоторые глифы, ну, на Квен я продавать не буду, да. Ну, вот Игни, которым я не пользуюсь. Там вот эти вот все более-менее дорогие. Вообще можно все, в принципе, продать. Да. Которые собирались долгим, долгими и упорными. Короче, они, в принципе, эти глифы ничего не весят. Поэтому я их зацеплю все. Зря я их складывал в этот, в инвентарь. Я это уже понял. Я их просто зацеплю и сейчас их буду при случае удобном продавать. Потому что, ну, это не дело. Зачем мне так много камушков? Хотя мне особо деньги-то не нужны. Это вот мне только вот этому надо было задонатить и все. Ну, мастеру рун. Вот, мы ему задонатили и, в принципе, все. Вот, но я так понимаю, камушки эти, в принципе, нам больше и нафиг не нужны. Ни на что. Никак. Так, сейчас мы, значит, к нашему кузнецу идем. А он ко мне вообще, он делает, по-моему, камни. Да, продавай, лежат мертвым грузом. Я согласен с тобой. Здравствуй. Здравствуй. Так, хочу, чтобы ты кое-что сделал. Для меня. Так, мне нужны эти. Мне нужны камушки. Вот, да, улучшение. Вот этот вот велес мне нужен. Давай еще один. Так, а мне надо еще один, но мы можем перекрафтить обычный велес, да? Вот не малый. Малый из этого делается. А обычный. Рунный камень. Где он? Вот он, велес, рунный камень. Ну, я перекрафтил уже полностью фиг с ним. Вот, а теперь мы большой велес втыкаем. Так, а теперь мы убираем улучшение. Соответственно, из меча мы убираем улучшение. Да, блин, 800, офигеть, это дорого. И из этого мы убираем улучшение. Но, но фиг с ним. Так, прощай. Будь здоров. Подожди, хатори фигури. А теперь я хочу сюда воткнуть велесы. Вот просто. Бум, шокодака. Все, у меня чисто все на мощь знака. А, вон, еще до гроссмейстерского уровня можно будет улучшить. Но мы улучшим обязательно до гроссмейстерского уровня. Так, а вот еще мне интересно. Ну-ка, хатори фигури. Здравствуй. Здравствуй. Сколько там у тебя денег? Покажи мне свои. Так, сколько там у тебя денег? Два косаря, да? Ну, вот, на силу атаки мне точно не нужен. На этот мне тоже точно не нужен. А, кстати, а кто шарит? Что выгоднее? Крафтить большие? А ну-ка, вот, например, на предмере вот этого вот дивана. 325 стоит большой. Он крафтится из двух вот таких вот, которые стоят 162. А этот 300... 162 умножаем на 2, получаем 302. Ну, короче, одно в одно оно и выходит. Я подумал, может быть, их выгоднее, короче, покрафтить. Так, всё, у тебя деньги кончились, да? Ладно, прощай. Не, можно, конечно, помедитировать и этот, чтобы у него деньги откодышились. Откодышились. Вот, но зачем? Викторины нет, не будет. Имба получилась. Ну, я не знаю, насколько это имба, но... На знаки у нас ещё получается 30% добавилось. Ещё мы добавили. Так, ты деньги? Блин, а чё у тебя всё нету денег? Будь здоров. Так, ну ладно. А, кстати, там в Туссенте, насколько я знаю, можно будет купить дом. А сколько дом стоит? Никто не подскажет. Так, ладно, давайте ещё пару дней помедитируем. Я всё просто продаю. Но тут, видишь, тут невыгодно. Потому что, чтобы скрафтить, надо потратить тоже деньги. Поэтому... Здравствуй. Вообще ни о чём. Покажи мне свой. Да блин, чё у него не отреспавнивается голда? Ну ладно, пофиг. Не отреспавнивается и не отреспавнивается, потом продадим. Будь здоров. Будь здоров. Так, всё. То есть у меня полностью ведьмак... Укомплектован на знаки. Думаю, можно идти в Туссент с таким набором... С таким набором... С таким набором экипировки можно идти в Туссент. Его просто за квест дадум, потом его улучшать надо будет. Но апы дорогие по 5к. А сколько апов? В принципе, у меня 18 тысяч на 3 апа есть. Сколько там апов по 5к? Блин, это ж ещё и доспех делать этого гранатмастера. Ну ладно. Сейчас мы... Короче, погнали в Туссент. Там по ситуации разберёмся. Ах, кстати, а что за дьяволовая... Дьяволовая... Дьяволовая яма. Тут прям этот... Давайте на этот вопрос сходим. На этот вопрос сходим. Ну, я в обзорах крови и вино видел, что там какой-то виноградник или что-то такое там Геральту причитается за что-то. Вот, типа... Что-то там можно замутить. Да, короче, этот фигатёнок... А, это лагерь бандитов всего-навсего. Я думал, тут сидит какой-то дьявол. А он не сидит. Чего ты хочешь? Вы гулять? А, она приехала? Понятно. Блин, тут всего-навсего дезертиры девятый левел. Вообще не вариант. Это даже не интересно. Я отпускаю его! Так, ладно, надо Квеннася. Блин, мне даже об них жалко это, марать эти самые. Марать об них эти свои мечи. Так, тут где-то один, я так... Геральдист. Где-то один там наверху сидит. Ну ладно. Грёбаные свечки. Эти палицы, они ничего не стоят. Блин, я что-то думал, в этой яме будет что-то ценное. Тут вообще фигня, как-то. Нашкурус, меня спустите. Ну ладно, залутаем уже, распреперлись. Распреперлись, а залутаем. Вон там камушек какой-то был. Так, тут ты где, этот бандит-то? И вот еще бежит. Об Квену бился. Ну я думаю, Аквен у меня теперь путевый стал. Да блин, ну вот эти лестницы, ну что так кончено, все сделано. Да, короче, по вопросам ходить мне явно уже не вариант, потому что я часто реально, чаще я буду попадать вот как раз на такие вопросы, которые там у меня уже сто пятьсот седьмой уровень, а я буду приходить на пятый уровень, вопрос. Пятый, десятый. Ну я просто хотел, тут же не зря эта точка вижена как бы висит, да? Я подумал, что может быть что-то тут... Не, ну хотя нормально, водичка, водичка тоже нам нужна. Да, у нас ее мало осталось после всех битв со всеми боссами и в допе, и так. Поэтому нормально, в принципе. Захоботим тут ништяки всякие. Тут их, конечно, особо немного. Но алкогесты... Алкогестов много не бывает. Хоть я особо и не пользуюсь этими всякими зельками, но... Захоботать нормально. Водичка. Так, а это ж я отсюда зашел, да? Блин, сколько всякого лобутены просто. Фигнину положите. Вот почему они не сложили вот это все в один как бы сундук, да? Ты-то ходишь, как Дурби Лайф, собираешь эту всю фигню. Ну, наверное, тут будет сундук ценный. Ну, в котором хоть что-то полезное есть. С кем поводу у меня уже веса, интересно? 80. Это не так много, в принципе. Так, где тут спуск вниз? Вот, да. Давай в Туссент. Да я хочу в Туссент. Вот решил забежать на этот... На... На... Огонек к бандитам. Вообще, я думал, тут что-то поинтереснее будет. А здесь обычные бандиты. Так и где у вас самый главный-то ваш сундук? А, во-во-во-во-во. Походу, это вот это он. Ну, тут аметистовая пыль. Вообще, ничего полезного. Да. Стремно. Не, ну, хотя мы воды немножко запасы пополнили. Я думаю, это нам пригодится. Воды, еды и прочей фигни. Воды, еды и фиганы. Такс, ладно. Что там с той стороны? Сундуков именно нет. То, что-то он не сундук. Ну и все. Погнали, короче, тогда наверх. Погнали наверх. Где тут подъем-то? Выход. Вот он, выход. Такс. Да, не думал я, что тут будут бандиты. Думал я, что-то поинтереснее будет. Такое название. Дьявольская яма. Или как она? Но оказалось все прозаично. Вот. Ну, вопросик решили, и то хорошо. Гол в туссент, да. Сейчас пойдем в туссент уже бегу просто туда и собираюсь. Здоров, пацаны. Погнали, ептить. Как я и сказал, без тебя мы вернуться не можем. Да и некуда нам без тебя возвращаться. Ты передумал? Примешь наше предложение? Ясен пень. Погнали. Я готов отправляться. А, значит в туссент. В туссент. В туссент. Так, контакт это у меня дзинкнул кто-нибудь. Да блин, вот бесит. Сука, какой-то мудак начинает писать. Ненавижу. И главное нет, чтобы вот люди, вот самое, знаете, что бесячее. Вы пишите одним сообщением. Когда вот это вот начинают по одной строчке 10 сообщений, вот это бесит. Ну все, я вырубил контакт. Нормально. Так, все, поехали в туссент, ептить. Чтобы плывя в лодке совершить быстрый переход, воспользуйтесь картой. Знаем, но только что-то у меня частенько эта тема не работает. Вот это вот. Продолжение следует. Туссент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Баклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Баклер всегда был такой сказкой. Рыцы и эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том, клянусь я цаплей. Ты и в том, клянусь я цаплей. Ого. Хорошее начало. А я, по-моему, подобного чувака уже где-то встречал. Где-то мы таким уже рубили. И в том, клянусь я цаплей. Блин, я теперь это буду часто, наверное, употреблять. Ну да, конечно. Все постоят в сторонке, посмотрят, а драться Геральту. Все как обычно. Добро пожаловать в Туссент. Ачивку дали, ебтись. Ля, он как-то по площади стегачит. Тирасики-маски. Тирасики-маски-маски. Несенька-каски. Слушайте, а может быть нам... Твою мать. А может быть нам этот самый заюзать? Чтоб он об этот... Об... 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 Ну да. Вообще изи мы держим. Вот вообще изи не бывает просто. Да, по-моему знаки... Ну я не знаю, насколько сильно он бьет, но по-моему знаки у нас усилились. Да, бьет он очень сильно, потому что он сейчас больше... Не, знаки у нас усилились в Масхевне. Знаки у нас усилились в Масхевне, мне кажется. Блин, надо, наверное, для фуфан повесить... Да ты, сучка. Надо, наверное, повесить вот эту штуку где-нибудь. Такой, вот. Оля, а эти чуваки неубиваемые, да, получается? Оля, а эти чуваки неубиваемые. Да нифига он кастует. Да нифига он кастует. Да чё ты отпиливаешься, слышь, Ватер? Да ты забирай. Да ты не плянайся. Да скотина. Да ты не гиню, забегиню, блин. Блин, кстати, анимация атаки у него довольно такая, нежданная. Так, ну мы уже больше половины сняли. Ну, в смысле... Короче, мы уже... Да ты задрал! Каждый вот такой удар, который он бьёт по моему счету, снимает ему тысячу с лишним ПП. Ну и плюс хилит меня. Что тоже немаловажно. Есть! Есть контакт! Отхватку дров, чувак готов. Ну да. Кидаться на великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гильон, какой же даме ты поклялся, что убьёшь для неё чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Ясен пень. Откуда тут великан только взялся? Великаны обычно избегают населённых мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильон сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей. Почему нет? Может кто-то за него заплатит. Ну да. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусэнте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великана. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает. Она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас княгине. Такс, башку великана отрезать, это ж милое дело. Милое дело отрезать башку. Такс, ладненько, давайте я на этом тогда этот выпуск законч... О, нифига, тут кроны лежат. Давайте я на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.